Hello dear friends! How are you doing today? Приступим к новому уроку! Сегодня мы с вами разберем выпуск известной программы TED Talks. Меня зовут Юля, и вы смотрите канал Puzzle English. Let's get started! Если вам не знакома платформа TED, предлагаю вкратце с ней познакомиться. Это некоммерческий фонд, славящийся своими конференциями, проводимыми раз в год. Их миссия состоит в распространении уникальных идей. Ideas worth spreading. Темы лекции очень разнообразны. От политики и бизнеса до науки и искусства. Вы знали, что сон занимает треть нашей жизни? Это значит, что из 75 лет жизни 25 человек проводят состояние сна. Немало, правда? Кто же прав в нескончаемых спорах по поводу того, сколько времени на сон необходимо для поддержания здоровья? Предлагаю узнать, посмотрев видео Клауди и Агиры на эту тему. To stay awake означает бодрствовать. Применим данное выражение в предложении. Кофе – это средство, помогающее не спать всю ночь. To cope with – переводится как справляться с. He hasn't learned to cope with stress yet. Он пока не научился справляться со стрессом. Next, he lost the ability to identify objects by touch. To lose the ability – потерять способность. To struggle – это испытывать трудности. Давайте попробуем употребить новый глагол в речи. We won't let you struggle learning English alone. Making our breathing and heart rate slow down. To make the heart rate slow down – это замедлить сердечный ритм. Это выражение можно также употреблять в переносном смысле, со значением притормозить, придержать коней. I think you need to slow down a little. Я думаю, тебе стоит немножко притормозить. This non-REM sleep is when DNA is repaired, and our bodies replenish themselves for the day ahead. To replenish – это пополняться. We'd better replenish our reserves. Нам бы лучше пополнить свои резервы. To cause – переводится как привести к, вызвать, становиться причиной. Your action can cause many problems. Твой поступок может привести к множеству проблем. When we lose sleep, learning, memory, mood and reaction time are affected. To be affected – значит попасть под влияние, пострадать. My grades were affected by stress last term. Мои оценки пострадали из-за стресса в прошлом полугодии. It's even been linked to diabetes and obesity. To be linked to – быть связанным с. Используем to be linked to примере. Employers said that salary should be linked to productivity and economic growth. Работодатели говорят, что зарплата должна быть связана с производительностью и экономическим ростом. If they're not cleared away, they collectively overload the brain and are thought to lead to the many negative symptoms of sleep deprivation. Sleep deprivation – это недосыпание. Например, Sleep deprivation causes depression and anxiety. Недостаток сна вызывает депрессию и беспокойство. While scientists continue exploring the restorative mechanisms behind sleep, we can be sure that slipping into slumber is a necessity, if we want to maintain our health and our sanity. To maintain – переводится как сохранить, поддерживать. Допустим, Мне надо поддерживать свой режим сна, чтобы оставаться здоровой. А сколько часов в день спите вы? Можете ли придерживаться режима сна? Поделитесь в комментариях и попробуйте применить в речи изученные фразы и слова из сегодняшнего урока. С вами была Юля и это канал Puzzle English. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok